Библиотеки на Крутицкой, 90. Все эти годы учреждение ставило перед собой цель – дарить радость чтения. Правда, в здании, где теперь располагаются фонды, библиотека для детей и юношества переехала только в 1937 году. Библиотека была образована в 1927 году, и первым зданием, в котором находилась библиотека, это было здание на пересечении улицы Демидова и проспекта Ленина. Это здание сохранилось до сих пор, такой двухэтажный особняк, и вот я, когда прохожу мимо, я всегда обращаю внимание на это здание и мысленно переселяюсь в этот 1927 год. Потом библиотека переезжает в здание на Батурино, где сейчас находится дом детского творчества, дворец пионеров в прошлом. Нынешнее здание, которое нередко именуют домом на Крутицкой, в историю вошло как первое в стране фабрика кухни, аналог современного фастфуда. Когда в нашем городе стала развиваться текстильная промышленность, было очень важно женщин высвободить от домашнего труда, для того, чтобы они могли работать на текстильных фабриках. И в свое время фабрика кухня, конечно, давала очень положительные результаты, и питание здесь было неплохое и недорогое. И женщины действительно были, я думаю, довольны тем, что им не приходилось так много готовить. В свое время в библиотеке побывали известные писатели Сергей Михалков, Лев Костиль. Исторически считают встречу с Аркадием Гайдаром, который приезжал в Иваново в 1934 году. Наш знаменитый театр «Карнавадка» поставил спектакль по этому поводу. Он такой забавный, интересный, весь в напряжении, все ждут Гайдара, все тут бегают, готовятся. И перед тем, как откроется дверь, что сейчас придет Гайдар, спектакль заканчивается. Фонд литературы насчитывает свыше 220 тысяч экземпляров. Есть книги на любой вкус. В библиотеке обслуживают читателей в возрасте от нуля и до 21 года. В отделе детства всегда людно. Утром приходят школьники, ближе к вечеру родители дошколят, чтобы выбрать литературу для своих малышей. Интерес к детской книге не угасает. Юным читателям нравится издание яркое, красочное, с большим количеством иллюстраций. Согласитесь, даже взрослым будет интересно полистать издание, на страницах которого оживают драконы. Сложнее обстоят дела с подростками. Их не так просто заманить в храмы детской книги. Приходят в основном, чтобы подобрать литературу по школьной программе. Дети сейчас, к сожалению, меньше читают сказки. Это отмечают сотрудники отдела детства. Любят больше читать какие-то фэнтезийные произведения, какие-то ужастики, детективы для мальчиков, детективы для девочек. Ну и молодежь тоже увлекается фэнтезийными разными жанрами. И надо отметить, что исторические фэнтези, особенно про нашу историю отечественную, славян, тоже сейчас имеют большой спрос. Число читателей уменьшается. Это общая тенденция. Если раньше насчитывали тысячу детей в день, то сейчас на треть меньше. У нас была очередь. По лестнице стояли до гардероба. Ждали, когда освободится место в читальном зале. Это был наш ренессанс. Сегодня его уже нет. Сегодня, но тем не менее, все равно в библиотеке всегда есть читатели. Всегда есть читатели в отделе детства. На абонементе литературу всегда берут. Второй год библиотека работает без выходных. Это положительно сказалось на посещаемости. Кроме того, здесь регулярно проходят различные мероприятия, которыми стараются заманить читателей. Литературные встречи, познавательные игровые занятия, всевозможные акции. Свой юбилей учреждения отметят широко. 29 ноября в библиотеке будут рады видеть всех желающих. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.